И когда я вызвали меня, до этого приехал Завадский Юрий Александрович к нам в Таганрог. А в Таганроге я был принят артистом вспомогательного состава и главный режиссер дал мне в спектакле Тортьюв роль Дониса. А до этого он увидел меня, когда мы отмечали юбилей Лермонтова, где я читал, спрашивал у артиста Гаврилова, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были же схватки боевые, да говорят еще, какие. Ну и вот вызывают меня, значит, на комиссию Дупак. И я не знаю, по какой силе я вдруг, о, великое искусство, прими мои первые шаги. Не только я вышел, да, я им, да, я прочел, значит, скажи-ка, дядя комиссии я прочел, ведь не даром. Потом прочел Лесенина, прочел им, и достаточно, спасибо. Выхожу, значит, от комиссии, и вдруг слышу, Бондарчук! И выходит Сережа Бондарчук туда. И так случилось, что он работал артистом Ейского театра, а я работал артистом Таганрогского театра. В 1937 году я был принят, а потом так случилось, что я был в Завадске, пригласили вот учиться. Я учился, а потом вы уже слышали, что меня, вот Александр Петрович Довженко, вот, начали сниматься. Николай Пьянчич, дорогой мой. Вы, конечно, хотите рассказать нам всем, как вы стали артистами, нам, конечно, все это очень интересно. Но давайте все-таки с вами вернемся к 22 июня и поговорим на эту тему. Проходите, пожалуйста, Николай Пьянчич, садитесь. А можно сказать, что было? А 22 июня меня утвердили на роль, стали сниматься, направили меня учиться в верховой езде, потому что вы помните. И вдруг 22 июня... 22 июня я живу в шикарном гостинице «Континеталь» в Киеве. Вдруг что-то, самолеты летают, бомбы, какого? Спрашиваю хлопца тут, военный вышел тоже на балкон. «Что это такое?» А он говорит, что это, может быть, военное учение Киевского военного округа. И вдруг прямо пролетает самолет с крестами, слышу бомбы. Ну, я сейчас много могу говорить, как началась война. Короче, меня направили в Новочеркасское, в Валерийское училище. И я вот... Буфель Николай Лукьянович ушел добровольцем на фронт. И вот так вот война вторглась во все планы, поломала съемки. И воспоминания на эту тему могло бы хватить на целую книгу. И вот тема Великой Отечественной войны Николай Лукьянович нашла отражение в представящем спектакле театра на Таганке «Павшие и живые». И нам бы хотелось, чтобы вы несколько слов сказали об этом спектакле, о создании вечного огня на сцене. И прочитали нам стихи Константина Симонова и Александрова. Вы рассказываете, я не знаю, что я читал. И как я это все делал. Сейчас, выйди мне... Так, ну я сейчас буквально... Надо следить за время, потому что я блатерин очень... Пропавшие и живые. Пропавшие и живые. Случилось так. 19-летие Победы. Мы пригласили всех поэтов, которые знали с Юрием Петровичем. Пригласили даже молодых поэтов. Девтушенко и Вознесельского. Ну всех-всех-всех. И Константин Михайлович Симонов прочел стихотворение. В тот самый длинный день в году Всего безоблачной погодой Нам выдал общую беду Одну на все четыре года. Она такой вдавила след И стольких назем положила, Что в двадцать лет и в тридцать лет, А мне в девяносто три года не верится, что живы. Дальше читает... Силетворение читает потрясающее... Я убит под Оржевом. Двардовский. Безымян... А? Двардовский. Двардовский читает. А что он читает? Я убит под Оржевом. Я убит под Оржевом. В безымянном болоте, В пятой роте, На левом, при жестоком налете. Я не слышал разрыва, И не видел той вспышки, Словно в пропасть с обрыва, И ни дна, ни покрышки. Нам, свали боевые, Не носить от дина. Вам все это живые. Нам от рада одна, Что недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, Вы должны это знать. Все на вас перечислено Навсегда, не на срок. И живым не в упрек Этот голос наш искренний. Завещаю в той жизни Вам счастливыми быть И любимой отчизне С честью дальше служить. Горевать горделиво, Не клонять головой. Ликовать нехвастливо Пчат победы собой. И беречь ее свято, Братья, Счастье свое, В память воина-брата, Что погиб за нее. Дальше еще сейчас. Вот так случилось, что я... Отдыхайте немножко. У вас еще очень много придется рассказывать. И вот тогда... И тогда, я не знаю, но... Присутствовали мои товарищи фронтовые. Присутствовал Стас Ростоцкий, Присутствовал Ивановский, Который уже был заместителем Королева. Тот Ивановский, Который, вот вы видели, Когда Гагарин улетал, Вдруг смотрит он, Не работает один датчик. И он вскочил туда, на эту самую лестницу, Открывает дверь, А на него смотрит Гагарин, Испуганный, что случилось. Оказывается, какой-то один винтик там не сработал. Он сработал, закрыл дверь, И Гагарин полетел. Это потрясающе. Вообще, я вам должен сказать, Но такие получились у нас после Сати очень мало. Они все ушли уже в лучший мир. Мои фронтовые друзья Ефимий Лещаронов, Который смаз больше двух тысяч раненых. И вот меня, когда я был ранен после Валуйки, Которую мы взяли, И наш кавалерийский полк получил, В этот же вечер от Сталина благодарность И звание корпуса Гвардейского. Мы в Валуйках перекрыли железную дорогу, По которой поехали три дивизии По улице освобождать в Сталинграде. А потом пошли вот дальше освобождать Украину, Манюриду, матки Украины. Спасибо.